Если бы мы его съели в первый день, он не был бы так хорошим. Ну, конечно. Алексей распечатал праздничный кекс. Будем честны, я случайно нашел его. Сплющенным в одну из сумок. Что характерно с приборами. И это подтверждает, что мы всегда честны. Мы всегда по факту верны. Еще это подтверждает, что небеса нам дают знаки и говорят, ребята, вы молодцы, вы хорошо поработали. Вот вам маленький приз. Вот такой кекс мы кушаем на завтрак. Можно быть? Мы не... Не было никакое страшное усущение вчера. Потому что мы на верную следу сейчас. Это как-то... Лес нас укуражает, что мы на верный путь. А еще вот такой момент. Вот мы обнаружили, что вот мы вчера ходили, все спокойно. До этого, значит, вот эти находки пошли. Мы же сюда шли, и у нас была благая цель, очень такая благородная, я считаю, поставить доску Кунцевичу, отметить его память. И когда мы выезжали, я мысленно обратился, говорю, Юрий Константинович, вы там на небесах, вот нам покрытельство, окажите, чтобы у нас все получилось. Мы поехали, у нас два колеса лопнуло, но ведь все исправлено. То есть машина дошла и дошла практически в срок. То есть вот мы здесь. И все, пу-пу-пу, идет по накатанной. Я думаю, что это за одну экспедицию, за несколько дней. Столько в жизни не было. И банки, и дерево. Эта экспедиция... Даже кекс нашли. И кекс у нас есть. Так что я думаю, что Юрий Константинович Кунцевич нам помогает. И с нами. И с нами. Самое важное. Мы ему еще свечку поставили, так что, ну, вот, наверное, это усилило эффект. Я думаю, что у нас такая помощь из покрытия свечи. Что делать, где более качественно? Надо дату поставить, когда и где нашли. Ну, у вас есть ручка? Есть. Ну, у вас есть видео, которое, когда мы нашли. Ну, да, мы, 5-го, да? А? 5-го, 4-го, 4-го. Вчера, вчера было 5-го. Да, 5-го. Я помню, что вы сказали час и дату, когда мы нашли, на какую там... На какой глубине замеряли лопаткой? Замеряли с лопаткой. Потом можно замерить лопатку, когда у нас... Когда Саша принесет, у него будет это... Мерная единица. Ну, попробую тогда... Я буду несить эту банку со мной, потому что у меня... Я оперативная. Если у нас придет какая-то идея, куда это прислать, я буду делать это немедленно. Но какую сторону в России я не могу ничего сделать. Попробую впервые в Болгарии, сразу, когда я сейчас прилечу с Питера. И вам скажу, что как делается... Про меня это не кусочек сензация, это информация. Я попробую там, буду сказать, на сайту про это банку. Не зря, что это значит для мою теорию. Это ничего не значит. Это всякой, любой исследователь, можно этот факт использовать свою спекюлацию, что это значит. Я была очень уверена в мою теорию, когда не было толка информации. Когда информация складывается, все это надо проверить, потому что это станет сейчас очень серьезное. Да, банк это серьезно. Это очень серьезно. Но впервые для меня очень как-то пробой в теорию было дерево. Я это дерево не видела. Я здесь лето никогда не была. И никто не заглядывает на это дерево. Сколько важно оно может быть. Просто оно на все фотографии... А палатку выгодно именно за кедром там поставить. Потому что ветер, если отсюда ветер, то еще кедр маленько от ветра защищает сам кедр. Да, точно, точно. Там очень удобно для палатки. И сегодня, Шура, можно там измерить эти две дерева, которые мне понравились для палатки. Для растяжки, да, палатки? Для растяжки, да. Ну, я очень рада, что мы пришли. Это банку сметала... Зимой, зимой давайте придем. Ну, я согласна. Я приду здесь. Я сказала вчера, что я не хочу идти с этого места. Вот на этой стоянке можно неделю постоять. Тут встанем и неделю постоять. Я согласна. Сделать все замеры там за кедром. И это... Даже... Эксперименты все по разведению костра. Мы можем обтянуть и... Там палатка. Не спать, но просто замерить, что... Как палатка с размер... Вот фондации можно взять такая палатка. Вот мне непонятно, какой там уровень снега за кедром в 8 метрах. Да. Вот интересно было бы посмотреть, насколько ровная площадка для установки палатки. То есть, ну, как бы логично. Вот так. Летом-то трудно это понять. Какой там уровень снега. Да, да. Около кедра он маленький, а там в 8 метрах может быть больше намного. Когда есть снег, тогда все ясно, какие деревья будто удобные для палатки и все так. Да, да. Нет столько низкая там трава и все ясно. Ну, вот и меня еще место удивило самого костра. Вот почему с той стороны, а не с другой стороны костер. Ну, тоже вот зимой мне охота посмотреть это место. Почему так вот? Я бы его с другой стороны разводил бы. И еще одно костер на так положено, что нет места около костра для 9 человек. Этот костер очень близко до кедра. Если они это дятловцы сделали, они бы были так могли, если их нужно, костер разжигаться больше станет. И тогда нет места. Я думаю, что этот костер только для 2-3 человека был, думан, а не для 9. Ну, здесь трудно сказать. Очень близко до кедра. Очень близко, но тут сказать трудно, как, какие мысли у них по этому поводу были, как развести. Для чего был это костер? И кто развел? Ну, я считаю, для приготовления еды. Вот просто приготовили еду, потом его бросили, дров никто не заготовлял, он сам погас. А кто его развел, либо они развели, чтобы приготовить еду потом. Для еды нужно было больше дерева. Это у нас только 2 дерева. Они мало обожгли. Нет времени там пищу приготовить за это время. Нет дерева в этом костерах. Дров. Дров нет. Нет. Да. Никто не заготовлял. Но дрова рядом есть, можно заготовлять. Да. И вот в зимних условиях попробовать это сделать, эксперимент провести надо. Это, мне кажется, что как-то, кто же жил этот костер, надо им было только для час, для малого времени и не для приготовления пищи. Да, да. Просто согреться. Что-то сделать там с телами или это можно быть костер те, которые и шли тело. Но это, мы знаем, не поисковики. Они там не зажгли никакой костер. Они нашли этот костер. Ну, понятно. Очень странный костер. Сейчас это большая тайна для тех, которые дерево не убило с рязу. Это их поведение и костер, и все. Это превращается очень странно. Трудно объяснить. Почему они умерли так? Ну, исходя из вашей версии, что палатка стояла здесь и на нее упало дерево, то костер они развели вот до того, как оно упало. Они развели, чтобы приготовить пищу и бросили его. Он потом погас. А печка, печка была. Ожог, потому что ноги. Печка была, они грелись, костер им был не нужен, он погас. Но когда упало дерево на палатку, все, они потом не смогли уже развести костер. А если бы смогли, они бы его большим развели в человеческий рост и согрелись бы. Ну, тогда их было бы нужно там стоить до палатки, а ничего они не могут сделать для этих, которые умирают. Либо еще другой вариант, вот что это не их костер, они просто печку в палатке там, допустим. А костер развели уже другие люди позже. Которые и шли их. Да. В первый раз. Ну, тоже развели они не для того, чтобы греться, а просто приготовить там, допустим, что-то. Ну, либо там, я не знаю, он очень мало по времени горел, диаметр костровища маленький. Может быть, просто времени, тогда день был короток, можно, если они там сожились после утра, можно было, они нашли, сделали костер, нашли часть тела. И пошли из-за этого дня, они ушли, поэтому костер не было нужен. Нет, варианты, вот это нормальный, отличный вариант, все, все сходится, все отлично. Кроме потом, дальнейших событий. Дальнейшие события, второй час. Это почему после того они решили вернуть тело и не сказать никого, что они уже нашли. Потому что получается, ну, как бы, природная катастрофа, вот, упало дерево, то есть, никто не виноват, вроде как. Ну. Хотя, с другой стороны, скрыть, конечно, вот, что, скрыть гибель девяти человек во время съезда. Во время съезда, и они уже палатку, они скомкали и увезли на их дел. Нет, потому что они хотели скрывать, но они не ожидали, что будет такая поисковая операция. Они думали, что тело будет взято с морги и на похороны. Это было нормальное... Ну, вот этот момент, он в книге описан, да? Да. Ну, надо почитать. Да. Кто, почему так решил и какие другие дела, кто был наказан, уволнен, как другие туристы, которые умерли на горе. Никакое расследование там не было. Никто на место не приехал. Никто это не ожидал. Это только было, потому что они умерли наверх двадцатого первого съезда. Там, Конгресс Хрущева. Надо почитать поподробнее, там же, как бы, это, а то информации мало. Не совсем все понятно, поэтому... Ну, это огромная работа. Почему так стеклось, почему они так решили? Это вы, русские, вы разберете, какая менталика тогда была во время социализма. И почему там они решили. Ну, оно, это, в книге с примеры там изложено. Это не так мы думаем, потому что другого объяснения нет. Ну, все скрывать, все, на всякий случай даже все скрывать, это было нормально. Ну... Потому что чиновники вот эти все, они за свое кресло держались там... Что-то случается, всех сразу раз, там, не то, что снимают, еще и посадить всех могут. Просто так. Партия так разрешала, когда есть какой-то инцидент или кто-то умер, надо было кто-то быть виноват. Да. И все, и приключен. Ну, они уже палатку вот там взяли, и поэтому они думали, что если палатка сложит где-то другое место, это уже не будет их проблем, потому что они... На какую сторону они могли бы работать, да? Ну, люди, которые ближе с трагедией, они были виноваты за трагедию. Они не могут тогда сказать, ну, вы и там другие, в Свердловск, как это они сделали потом. Они уволнили пять там руководные позиции людей в спортный клуб. Да, Юпи. А почему они это подумали? Может быть, было... Это легко только запутать и вернуть тело и сложить палатку там. Если не надо было объяснить, где была палатка, как была она найдена, да? Они нашли палатку, а потом палатки уже нет. Тогда это можно толковаться, как они были... Скрыли это. Они не скрыли. Они так подумали, что это нормально. А можно это взять, как они попробовали скрыть палатку. Я думаю, что у них в голове была какая-то причина, почему они будут названы виноватой. Можно бы, они делали здесь что-то. Кто? Ну, начальники, потому что это все размещают тело и палатку. Надо было и самолеты. А, что вы имеете в виду, что место, которое... То есть, здесь была какая-то деятельность до трагедии, да? А какая деятельность? Ну, геологическая, я не знаю, никакая другая. Может быть, там вы что-то говорили из-за алмазы. Я не знаю, но... Алмазы? Кто здесь был еще? О, Алексей проснулся. Всем привет. Доброе утро, Вьетнам. А мы с самого утра пытаемся разобраться. Разберемся, да. Теодора прям на месте, на месте тут пытается разобраться во всем. Это были люди, которые на месте что-то сделали. И если было бы такие люди, геологи бы знали, потому что они здесь работают. Ну, не здесь на кедре, но в это верю. Массы или геологии надо было знать. Они ничто не говорят. Это что? Это большая конспирация без района? Ну, аэросъемка была, это точно, там. Я даже могу потом ссылку вам дать на эти отчеты. Пожалуйста. На аэросъемку только на этом сайте. Только кратко можно почитать о чем. Чтобы зайти, над запрос сделать, не знаю, дадут, не дадут. Ну, я могу спросить у Натали, а мои подруги. Ну, вообще-то... Какая Наталия? Барсегова. Так это она мне и дала. Ну, в смысле, от них это ссылка. У меня есть какие-то карты, но там Алекс говорит, что они не конкретные. Ну, я думаю, что они очень конкретные. Вы видели документы за аэросъемки, которые на сайт и в книгу? Которые в книге у вас? Да. Нет, не видели. Мы книгу-то не читали еще. Да. Но потому что я тоже на сайте... Это моя информация не только в книге. Книга была идея для американцев, потому что они, если они не плачут и не есть книга, они не верят. А в книге все, что можно на сайт найти, я хронологически там так поставлено, чтобы можно прочитать. Как-то мозг там это все влет. А теория только в последнем голове. Но там есть документы, которые мы впервые опубликовали. Там Владимир с форума он нашел. Это в государственной архиве эти карты. На которой есть хулацикл, там пишет лесу тортен. А тортен на карте. И там в самый центр ничего не отмечено, но это там хулацикл. И все планы, маршруты, самолеты там отбелязаны. И потом есть репорт с податами, когда что было сделано. И там 41 квартал, что там замерено. Это все очень про тот район здесь. У нас карты есть для аэроснёмки. Я думаю, что вы будете очень так... Это что мы опытаемся найти. Это нужно. Эти карты нужны. Я нисколько не сомневаюсь, что Сульман знал намного больше, чем потому что такое участие тут геологов, как бы в этом во всем. Без его знаний... Тут конспирация можно было только на самолеты. Или массы. Но массы не были бы так тело оставить. Они могут пусть, ну, там, заровить, закопать. Они не были бы и так найдены. Ну, Сульман руководил поисковой экспедицией, получается, всей этой. Он был на радиограмме весь время. Ну, через него вся информация шла. А зачем? Почему? Это... Это... Это самый важный элемент. Кто был в следствии, которому не было там заповед, чтобы делать... Потому что поисковики шли с Вредловск. Они могли бы организовать всё. Это было очень такое тяжёлое время по времени съезда Конгресса. А ним надо было отчитать результаты. Потому что ГУЛАГ, они шли люди, чтобы искать туристов, поэтому там 4 криминала убегли. Потому что они взяли с людей, которые были там, гард, на ГУЛАГ, искать мёртвые туристы. И поэтому ГУЛАГ убегли там 4 криминала. Они убегли на 19-м. Ну, почему... Почему надо было все эти... Которые не были... Не было заповедано в поисковике что-то делать? Почему они это делали? Они везли очень странно. Просто это... Никакая такая операция не была до тот момент. Но не только кто послали со Свердловска, но и на это... Ивдилска, Нево, все искали туристы. От много инстанций. А у них надо было на Конгресс там работают, строят железную дорогу, в Ивдилак надо было всё там помочь. Они ищут мёртвые туристы. Потому что... Почему это сделали? Какой им работа это делали? А почему это не делали за другие туристы, которые умерли? В 59-м году были 50 туристы, которые умерли в гору. На никакой другой инцидент ничего такого не было. Ну вот это... Да, вот это очень странно. На местном, на уровне и на выше уровне. Я думаю, что на выше уровне это было только потому, что телеграмма была с Кулеватовым и потому, что был Конгресс. Но надо... Это была хорошая идея показать, что они там... Люблют народ, они будут найти дети. Всё. Это хорошая публичная история. Но когда всё было видно, что не кончится хорошо, поэтому они... интерес просто умер. Ничего больше они не писали, не послали, увезли. После первое тело было найдено. Всё увезли и потом только студенты здесь искали. Никто. А по вашей книге первых шесть тел было найдено? Да. Кроме кого? Первые шесть были найдены, они были шесть группы Дятлова. А кто не найден был? Это надо... Кто был найден и кто был не найден? Это вопрос. Но это большая спекуляция. Надо было... Надо просто читать Солтер воспоминания и раскрытие, там, репортер раскрытия тел и решить, кто можно быть шесть которые были в морге дважды. А вообще всего сколько было найдено? Девять? Девять? Ну, шесть впервые, потом они вернули эти шесть, а потом две недели стали официально найти Юрия, два Юрия, потом Калмогорова Дятлов Слободин и после два месяца четыре ферручья. Это было официально фугловном деле. Но первые шесть, тогда не было дела, тогда не было следователей, они просто ждали, чтобы кто-то был прислан и для там описи, идентификации. Дело всегда было сделано, но ничто под делами не делалось. Это просто было такое официальное дело, и никто не следовал, если видно, от кого туристы умрали. Просто там они срутились, что-то упало на них. Если нет криминальной версии, дело закрывалось сразу очень да, ничего не делали. Это мы в книгу это примеры там все прислали. Олег Вавилов так делали, он был очень он был сын очень важная там фигура. Ничто не сделали. Следствие откролось, дело не было намерено, потом намерено и ничего, он был похоронен и то все. Олег Вавилов это кто? Олег Вавилов это сын очень такой популярный белок генетик, его папа Вавилов, кто-то Вавилов. Ну он очень вы не можете подумать как первое имя Вавилова. Николай Николай Вавилов. Думаешь, да, он сделал царовицу, как по-русски называется, царовица, это новый вид попкорна, чего делается. Кукуруза? Кукуруза, да, он сделал новый генетический вид кукуруз, который весь свет там хранил. Он очень известен. Но он тогда попал под сталинскую там репрессию. Да. И был послан, ну знаете, где ГУЛАГ и все. И есть такие много версий про его сын, что это была репрессия Сталина, что он убивал дети своего врага, враги, если можно назвать Николай Вавилов враг. И просто его сын там с группой был в какую гору очень высокая гора и он провалился там веревку разверзался и провалился. были много теорий, как и предъятловцы, что кто-то на его там что это было сделано так. И этот турист, с которым он был его наказали со спортный клуб, его жена искала тело мужа и нашла. И были много теорий, но следствие не откролось. Он был похоронен там и все. Это пример приведен в вашей книге? О, да. Нет, много примеров. Эта книга не с нашими мыслями и спекуляцией. Это только документы случаев, которые относятся к это времени, к горе, смерть туристов и начальницей, которые были наказаны и уволняны про инциденты, которые случились на их работные места. Это интересно, интересно. Тедди, наливайтесь кофе еще. не нужно кофе. Уметь больше, но я не специалист, хочу, чтобы такая Вот банка, которую мы вчера нашли в глубине 25-30 сантиметров в 7-8 метрах от кедра. к юго-востоку. к юго-западу, да? 7-8 метров от кедра к юго-западу. Вот так она выглядит. ее, Теодора, ее немного помыла, почистила чуть-чуть, но цифры не проглядываются. На ней присутствуют дырки различные толщины, ширины, глубины. Так. И верхняя часть вот смята под углом 90 градусов. Вот я сейчас переворачиваю ее. Вот в таком положении банка была найдена. Нет, ну края у дырок неровные. это не факт, что это зубы медведя какого-то там. Не только круглые дыры. Да. Это дырки от гниения. Но сохранилось очень хорошо. Потому что здесь есть и маленькие дырочки вот уже. Но это она прогнила. Это очень старая банка. Потому что сверху довольно прилично корней было уже там мы эти корни разрубали, чтобы добраться до этой банки. Примерно на глубине 25-30 сантиметров. если Теодоре удастся доказать, это банка группы Дятлова, то это значит только то, что группа брала с собой сюда продукты. Значит они тут ночевали около кедра. Это естественно извод да. Это полностью подтвердит ее версию относительно гибели группы Дятл. Версию что они ночевали там а нигде палатка была найдена. Это часом версии. А сделать экспертизу у него есть возможность. Буду постараться. надо сфотографировать и увеличить может быть так получится такой хороший стеклон на фотографиях использовать. Чтобы знал что сюда надо мести сфотографическим редактором еще почистить немножко тогда возможно проявится если в руках специалистов то наверняка смогут я не знаю если это возьму со мной где-то в Болгарии на форензик потому что я никого не знаю здесь ну предварительно конечно надо все почистить распрямить максимально сейчас эксперт надо не подожди но та же вьетнамка вы же с ней общаетесь вконтакте да можно проконсультироваться к кому какого рода специалисты может она даже подскажет не знаю я с Натальей буду консиловаться с Коскина и сестра но не мы это будем делать анархиология то останется все равно самое главное чтобы через надпись не прошел разлом если в этом сломается а мои друзья с ее а может маленький кусочек найден это долина сезонова никнем вьетнамка она она канализ Наталья вы знаете может быть часть археолог я забыла вокруг больше ноль мы там достаточно большой площади все равно это все обработали то есть только два места было найдено это и маленький кусочек по соседству все остальное оно либо еще а где маленький кусочек ну где-то в моей вязке а маленький кусочек в полтора метра от банки был на свету полтора метра да тоже от этой банки скорее всего маленький кусочек что я скажу это что трудно сказать он маленький непонятно ну металл один тоже да такой же металл да похоже ну сейчас можно посмотреть где он вообще она такая же все так же вот смотрите какое у меня предполагает это банка сильно это ну как бы деформированная. Я предполагаю, что вот это вот укусы. Вполне, да. Хорошая мысль. Вполне. Но есть одно возражение. Смотрите, вот у нас два зуба медведя входит, а у него же прямые достаточно кулаки, то есть они не загнуты вот так. На какой ширине они находятся? Не, ну маленький медведь, окей. Пусть у него морда такая, я думаю, что это вполне возможно. Вот он кусает, у него зубы уходят вниз, прокусывая, да. Мы смотрим вторую дырку, а эта стенка боковая, она под 90 градусов к этой, то есть у него клык должен был вот так вот, причем на вот таком вот расстоянии уйти вот сюда, чего в принципе не может быть. У него может только вниз уйти. Либо он хватал еще раз, другой раз, вот это вот, и тогда вот эти два... Конечно, он не один раз прокусил. Они же рвут банку. Мятная банка. Они рвут ее. Дыры. Ломают. Это разложено. Он ее разорвал и потом еще прикопал. Вот я бы фотографировал, он бы на какой-нибудь поверхности. Что-то унес, может быть, что-то или где-то оставил. Но под корни-то он бы не стал прикапывать на поверхность. Нет. Ну, как-то так вы дали, да. Вот писать, где-нибудь, кто-нибудь, что-то ходить, как-то, 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 как-то. Вот они ищут в этом квадрате. Неужели они пойдут куда-то там обедать? То есть они ищут в этом квадрате. Нет, я про то и говорю, что... Они сели и пообедали. Для бродящего по весу человека бросить банку это никак не влияет на его профессиональную деятельность. А здесь следствие идет. Причем, оно еще не закончено, когда поиск перетерывали. И единственное, если вы не какие-то там за километры носите в банку, в одни-то, значит, полуни-то все банки... А вы фотографировали его вот прям так, микро... Нет. Так же, по-моему, должны быть в этих... Нет, вчера было темно, когда мы ее нашли. А, понятно. У меня шесть ребер сломались, это был грудница, капак и лопатками его. Это все... Это плечо было плаво, что? А потом это... А что ты прощупала? Что чувствуете-то? М? Ничего. Вот. Вот это, что все сломалось. И удар бил отсюда, а это сломалось. Это пример, что если удар впереди, что-то можно сломаться наоборот, там, сзади. Чувствуй, что не можешь двигаться. Ничего не можешь делать. Я была... Абсолютно ничего не можешь делать. Просто... Просто... Тебе нету. Я была в сознании, а после стала там... Я не знаю, дома там... Вомит. Потому что у меня тоже была голова, удар субдуральный. И потом... Это тоже скажет, как чувствовался свободен. А Тиво, он был в бессознании, когда после удара. Это... Это в... Раскрытие. Такой удар не может быть в сознании. У меня даже... Череп не был... У меня нет какой-то повреда черепа. Но... Я была... Ин и аут как в и званом сознании. Потом. Но не могла движется никак. И просто ничего не болит. Ну... Ты... Ты... Очень маленькая такая частица. Твое сознание знает, что... То есть у вас также был перелом ребер в две линии и сломана лопатка. Точно. Но удар был именно в грудь. В грудь. Впереди. Ну... Как-то... Потому что... Если я была бы... Ам... Ам... Да. Если... Это аналогия с деревом. Мне надо было вот так лежить. Чтобы дерево меня... Так сломало. И... Золотарёв... У Золотарёва... Было... С одну сторону две линии перелом ребер. А лопатка... Вот... На другую сторону... Были бы три трещины на эту лопатку. Но... Эта лопатка... А... Просто... На чего-то... Он... Лежал... Или... Можно было... Всё... Но... Нет никакая мистерия, как... Такой ужасный удар впереди... Можно... Эээ... Которая попала на него... Можно это причинить. Эээ... И... Не было... Там... Описано... В открытии... Это... Очень... Ну... Нормально... Если... Его не отворили сзади... С плинах... Потому что не было никакая причина это делать. И... Не было... Они... Тот день... Не были... Открытие было... Только... Впереди... Ладно... Будем завтракать... Эта шишка... Где была? А... Это ваша шишка... А... Ну... Это с этого кедра... Ну... Ничего... А с этого не можем найти мы кедра... Ну... Эта шишка... С соседного кедра... Тоже хорошая... Я возьму... Как сувенир... Конечно... Теклаз на лой... А? Теклаз на лой... Так... 19-й год... Александр... Почему... Не плавононосит этот кедр... Не в прошлом... Не в этом году... Вот этот основной... Где-то говорили... В прошлом году... Хороший урожай... У него тоже не было... Мы не смогли... Ни одной шишки найти... И увидеть не смогли... Ну... Я знаю... Что... Это... В прошлые годы... Оттуда кан привозил... То есть шишки были... Нет... Прошлый год... Прошлый год не было... И сейчас нет... Нет... Это обычное дело... Они... Какой-то год они позаносят... Какой-то отдыхают... Ну... Вот на этом есть шишки... Вот там где иконки... Тоже шишки есть... А на этом вообще нет шишки? Нет... Ну... Значит... Какие-то особенности... Я не знаю... Может дерево просто отдыхает... Еще что-то... Теги... Бурундуками... Белками... Да... А вы не хотите? Уберите вам... Вольнее... Это с этого кедра точно вот... Спасибо очень... Стараюсь снять... Немножко подращить... И видишь... Вот те вот... Рябиновые валы... Видите, да? Сломанные... Они были... Нормальными... Такой сезон их сломал... Вот какой-то последний... Видимо снега навалило... И ветром... Или просто снегом привалило... Ну... Обычно зимой так... Влажный... Влажный снег налипает... Когда потом ветром ломается... Угу... В этом месте был настил... Любовь не поднимет... Ам투 할... Защит 거... Не дождя нужно, Д vs.оригинал... Да, и он там скопировал в свою тетрадь один дневник, который в угловное дело. И это доказательство, что они верны, потому что слово до слова все... Да, и эти дневники мы никто не увидел. Они ушли в угловное дело и мы только там с машиной копии видим. Ну так я правильно спрашивал, общественность видел только копии, но оказывается у Кунцевича есть оригиналы. Нет, они нашли 5 дневника, 3 ушли в угловное дело, другие 2 были вернуты на родственники и они дали Кунцевича после года. Это, это, я сигурна в это. Мы знаем об оригинале, у Кунцевича есть 2 оригинальные дневника, может быть 3. Слободен дневник он только мансийские думи. Там и тоже должен быть у Кунцевича. Это част от этих артефакций, которые сейчас кто-то надо будет в музее и все. Но об этом я думала ручки, если они писали с ручками или с карандашами, но с карандашами... Да, мы можем увидеть, потому что эти оригинальные дневники, записная книжка, все на фильме там Кунцевич дает, чтобы они фильмы... У нас обед. Мы закончили сегодня поиски и сейчас пообедаем и начнем собирать палатки. Или скорее начали. А, уже начали. Начали этот бесконечный процесс. На обед сегодня блюдо у нас, как называется? Рыба по-болгарски. Так, рыба по-болгарски. Я помню, что показывал тебе вчера эти два ствола у ели и два ствола у пихты. Помнишь? Да, да. Так вот меня озарила мысль там. Как образовались эти стволы-то? Срублено это, срублено и наросло они, нет? Если было бы срублено, скорее всего, вершина бы так не пошла. Там все-таки явно... Вот смотри, у пихты, у ели, они отличаются немножко. У пихты там какая... Какое создаётся впечатление? Впечатление такое, что основной проводник был повреждён. Он стал угнетённым. И пошла, стала развиваться боковая ветка, которая была... Боковая ветка стала как бы временным лидером. Но потом этот основной ствол воспрял силами, то есть он говорил былую силу, и стал теперь обгонять уже этот проводник. И поэтому образовалось как бы две ветки. То есть в какое-то время вот этот основной лидер был повреждён. Или с него срубили ветки, или там какие-то зарубки были, ещё что-то. То есть он потерял свою силу в одно время. Это вот с пихтой. Ну вот с ёлкой... Двойная пихта, которая по центру находится на фотографии, двойная. Её второй ствол не видно с фотографии. А ещё какое дерево с двойной? Там ёлка тоже стоит рядом с этой пихты стоит ёлка. А, да. Там у неё ещё ярче выражены две вершины, два ствола. Так вот там вообще-то история непонятная. Там тоже могла быть такая же история как с пихты. Тоже был основной лидер повреждён. Покажем, из боковой почки появился новый лидер. И они вот сейчас развиваются как бы совместно. Или, опять же, даже из то, что из боковой ветки появился новый лидер. Это вряд ли. Скорее всего из почки, возможно, если это возможно у хвойных. То есть вот этим очень интересно. Сейчас мы хотим взять керн вот этих стволов. Посмотрите, когда они стали развиваться очень сильно. То есть и мы, возможно, выйдем как раз на это время, на 59-й год. То есть это надо взять и сделать. Взять керн. Интересно. Вот. Саша, сделай вот от этого! cozying. 나오 house говорить Вот этого сухого. Я думаю, что сухого он перестал. Он не растет. Для меня это интересно. А проспил что скажете? Проспил не очень старый. У Шуры есть фотографии. Надо посмотреть. За двенадцатый год. За шестьдесят третий год надо найти эту рябину. В шестьдесят третий год скорее всего не было. Но это скорее всего зимний, потому что высоко сделано. То есть зимой срубали. Спиливали? Спиливали, да. А кому тут надо именно одно вот так спиливано? Тут же охотничьи участки. Может тут охотник проходил. Что-то ему понадобилось. Может охотник срубил. Это вот скорее всего это погрызло лося. То есть это не человеческое. Это лось погрыз кору. Дерево. Лось содрал. Это тоже лось содрал. Он питается, что зимой стоят. Кстати, смотрите. Лось и охотник. Да, тут такая связь. Охотник мог убить здесь лося. И это вот, скажем, для вывозки мяса. Что-то использовалось этот ствол каким-то образом. Что-нибудь такое. Ну, это как предположение. Скорее всего они, конечно, в зимоках унылись. Ну, ну, вообще, как бы охотники, охотники. Чуть далековато как-то это. Ну, в принципе, да. С населенных пунктов. Ну, это еще живое. Да. Можно взять. Берем давайте киен в одном с него. Они, как правило, на такой бы этой удаленности лобаз бы какой-то делали. Для лосика, для этого хранить мясо. Тут бы следы были какие-то. Ну, тут вот анализ вот этого. И, в принципе, можно предположить, и сколько этому лет, да? Так, сейчас. Ага. Ну, в принципе, они, наверное, да, у них возраст примерно, может быть. Ну, это даже может постарше, потому что оно уже перестало расти. А сейчас диаметр у них почти одинаковый. То есть это был более старый ствол, более крупный был ствол, поэтому его срубили. А это было более молодое дерево, более низкое. Диаметр был небольшой, поэтому его не тронули. А взяли этот, им нужно было покрупнее дерево, скажем. А это был маленький ствол в то время. Так что возраст у них может и отличается. То есть возраст этого дерева больше еще, чем вот этого даже будет, скорее всего. А если... Это старше... От... Оба земки, керни, можно сравнить, когда это перестало жить и добавить... Можно перекрестный анализ сделать. Да. Попробовать можно. Ну, спасибо. Это... Это... Последняя керна, которую я думала... Я попрошу вам за... Два керна. И... Попробуем. Увидим, что... И что получится. Происходит. Да, это будет, знаете, интересно. Интересно, да? Они же растут рядом. Они растут рядом и... Да, замеры сделали. Все его записная книжка и мы оба можем сфотографировать. Нет, он еще пишет. И тогда, кстати, смотрите, если у нас графики будут совпадать, да? Да. Тогда мы сможем даже определить, когда это было срублено, срезано. Вот. Круто. Ну, если получиться, посмотрим. Это... Настоящие... Попробуй. Попробуй, да? Попробуй, да? Ну, мы подмешиваем. Так, сколько у нас диаметра до середины? Мы дошли, нет? Да, должны были дойти до центра. То есть центр у нас есть. Тут, видите, тут вообще все сгнившее. Так что получится или нет, я не знаю. Сейчас все соберем в трубочку. Это надо будет смотреть дома. Посмотрите, дам палочки. Там, где у тебя будет кончаться лента, будешь ставить палочку. На еще палочку, тут не хватит там одной. Вот еще. Так, не здесь. Вот так подойдешь, там продешь пять метров, да? А, кедра. Вот от этого дерева. Ага. Какого дерева мы меряем? Этому? Не знаю. Этому кедру. Да. Я не знаю, сколько у вас. Пять метров. Так. Что я делаю с этим? Там. Где ноль ставишь палочку. Да. Где ноль. Прям кедра идет. Помню. Стоп. Так, еще немножко. Все. Так. Натягиваем. Нет. Теодор, чуть-чуть правее. Еще, еще, еще правее. Еще, 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 еще. Вот так. Вот так там, где ноль. Так. Поставила? Поставила. Все, пошли дальше. Кедру. Так. Ставь палочку там, где ноль. Где-то рядом. Ну, здесь не могу, поэтому... Ну, заметь место просто-то. Да, да. Заметь его. Заметь его. Ну, все. Где в каком месте? Здесь, да? Да. Сейчас мы это... Вот здесь... Ты его здесь держи, а я... Параллельно, например, сделаю. До центра. До центра. Так, где-то вам. Так. 10 метров, 80 сантиметров. До кедра. До центра кедра. До старого. Ручку. Еще хотели? Сейчас, ага. Не-не-не, ты записывай. У меня нет ничего. Бумаги нет? Нет, ничего. У меня... Одноход. У меня почерк плохой. Вот что проблема. Нет, это не проблема. Нашли пятого. Да, нашли пятого. Консервные банки. До второго кедра. Так, 10,8 метров. Ребина, да? Ну, да. Вот это. Это Шамил, не? Ай, Толик. Я думаю... Я ожидаю, что Шамил... Нет. Я попрошу тебя, ты возьми с другими, потому что у вас такая организация багажа. Я возьму в Екатеринбург, потому что у меня багаж там все так, а у вас все профессионально. Я подумаю, возьму. Угу. Понял. Ну, видите, как хорошо сохраняется все? Угу. 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 Угу, ты как Шамил. Я в сторонке. Я вижу это. Вот сторонка для тебя. Я тут и садился. Мы будем... потом... взять Керн с тобой. У меня, Керн со мной? Нет, от тебя. У меня много годовых колец. Ну, будем увидеть сколько. Почитаем. Лучше я сам скажу, я сам признаю. Так, остатки с того керны мы выбросим. Так, что здесь можно сказать, что здесь видно. Ну, подовые кольца видны, вот, попал даже в центр, так что нормально, но состояние не очень хорошее тоже. Ну, считай дома. Ну да, сейчас здесь тяжело. Ну хорошо, что не живу. Оно лучше состояние, чем другое. Да, вроде чуть получше даже. Видите, засекла смолой, ничего не надо делать. Вот она затекла смолой, все здесь хорошо. Вот она, там делая смола. Вот видно там. Так, а вот потом, вот смотри, сейчас я посмотрю где. Так, 19-й год. Кедру вы где-то сказали, сколько лет, да? По Кедру я сделал там презентацию, пытался ее посылать на конференцию, но у них не было времени, они ее не смогли показать. Презентацию. Я нашел его сайт, и перед поездкой нашел место Лабазы. Он уже вот, оно там повлекинул у себя, а там никто его же не читает. Ну и ладно, черт, кстати, вот это отверстие. Заросло оно, заросло хорошо. Ну, потому что у меня будет это результат, и ваше имя прежде, в ваша книга выйдет. Подумайте, ссылка на чего там сладко, на ваше имя плюс что-то, ваше, ну не сейчас, но мы будем... Ну, я могу в блоге все это сейчас начать, в своем блоге я сделаю, результат экспедиции. Да, да. Вот я сделаю результаты, а ты что, про Лабаз, про взятие Кермы, и так далее. И я буду там ссылку, да, на это, на это. Хорошо. Так, ну ладно, чувствуешь, с этой дыркой, да. Да. Так, какие у нас еще задачи остались? Чего еще? Следы, там уже ручья. А мы уже смотрели. Мы смотрели. Кто на следы хочет пойти? Так, это у нас с вами все? Все. Все хорошо. Углубай. Берите шишку. Да и беру. Беру шишку. Шишку до сюда. Примерно. Снизу. Так. Двадцать восемь, двадцать восемь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Запишите, пожалуйста. Запишите, пожалуйста. Двадцать восемь сантиметров была обнаружена консервная банка. Кусок от консервной банки. А сколько метров от кедра? Двадцать восемь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Ну, почти одиннадцать метров. В сторону юго-запада, да? От кедра. Я захожу. Азимут. Так. Азимут сорок пять игрался. Сорок пять. Это по-другому. Ну да. Отсюда сорок пять. Отсюда по-другому как будет? Сколько? Так. Вычитаю. Вычитаю. 315 по-другому. Обратные. Один будет. Отсюда будет сорок пять. Там-то обратно. 315. вот эта историческая лопата именно ей выкопали эту железную банку и по ней сделали замер на какой на какой зверь не обмел 30 было сейчас переписал ты вас к но это все от меня для вас задачи а вы куда сейчас аномально огромные грибы растут в районе ручья недалеко от кедра поворот выходим дальше на полянку я вот дальше вижу достаточно небольшое такое место вот распалка перегораживают два палки перегораживать вот за ней я понимаю так что это и есть вот эта поляна она небольшая вот она она порядка шести метров шириной и метров и так понимаю там 10 длиной поэтому в принципе вот мы дошли то есть после перегораживающего этого шлагбаума мы еще очень внимательно смотреть они находятся вдоль ручья поэтому сегодня ребята уже у нас ходили перед нами нашли они действом значит и мы тоже найдем схеме она не была 10 лет по такой памяти сюда на указывает что 6 метров а это так большое то есть мы сразу после поворота уже на чем начинаем вот эту поляну обследовать насколько это она небольшие но больше человеческими но не не так больше если это 6 метра это нет это не есть в натуральную величину это нарисовала конфигурацию то есть там пальцы причем по их рисунку это четыре пальца получается то есть это не некий след которые как человеческий но больше и он отпечатался земле земле да я пока я пока трава конечно этому следу много-много лет надо очень внимательно мне кажется сколько знает где они уже возможно вот это вот свет я это просто давленность какая-то может они вот такие вот были я только могу сказать что мы в шестнадцатом году ставили палатку вот там нам нужно было здесь стать мы встали если им нужно было здесь стать они стали быстрее я думаю что это был их последний лагерь но и я не так утверждал что какой-то с эти находки подтверждает чего-то просто мы сейчас пробуй все что можем взять потому что экспедиция тяжелая я не хочу после повторять это повторять визу и ну берем здесь ну это дерево если за это дерево палатка было я думаю что да это было да так так вот с какого с какой точки сделано вот эта фотография для меня это для меня это общая экспедиция всем которые присоединились это не моя находка это находка всем мой твоя идея но здесь она идея но если ты не дал какой керн я могу это не важно просто проверить идею вот можно я попробую почитать что-то видно чуть-чуть центр не попали но рядом с центром я немножко оставлю несколько лет центре какие-то тоже можно посмотреть здесь рядом с полом еще торчали и он уносить они по-моему за были некие стволы а это на фотографии 63 они стояли не ну наверное на моих тоже были стволики с какими-то какими то ли облованными то ли собранными здесь очень очень это пресс-то небольшие здесь уже тяжело считать где белая плохо видно теодора еще от возрасту крутой двойной рябины мы делаем сейчас это а потом это не похожи по размеру вообще да ну очень пошел в ручей я в этом начал работать да ну учитывая там где-то около 80 лет как минимум 80 лет минимум сейчас да это значит что можно было но она в то время росло да да а она была не очень высокая не очень высокая да где-то может ему лет было 15-20 где-то так 15-20 это примерно диактор будет 4-5 это маленькая была тоненькая в то время скорее всего но я тебе отдам и потом можешь или я могу посчитать более точнее может быть я тут сейчас какие-то кольца пропускаю потому что видно очень плохо там уже есть у меня нету кого спросить тогда я возьму на собой да это ты возьмешь потому что и пилой специалист я посчитаю тогда то хорошо хорошо это ты мой специалист для керна потому что ты знаешь читать я кому доверяться на желание могу кому доверяться мне надо чтоб свет падал мне можно даже беседу и лучше потому что это тени это может не так и так на господ да можно так и так это зарядку закройте него так еще раз а вот вот и сейчас вот вот еще раз хорошо вот 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 Так. Побрать. Азимут 45 градусов. И еще мы измерим вот от этого раскопа до этого раскопа сколько метров уже привяжем к этому раскопу. Ну вот, подойди, ноль поставь там, на центр ямы. Где там нашли? Ну вот примерно здесь и нашли. Мы не в яме, а вот мы выкапывали здесь, может быть, это сгрязь. Дело так, да? Так. Метр шестьдесят. Да. Метр шестьдесят. Ну так и говорили, полтора метра. Маленький металлный кусок. Очень маленький. Ну не очень маленький. От консервной банки до осколка. Осколка, точно. Осколка консервной банки. Я не знаю, есть ли это осколка от консервной банки. Какая это осколка? Что-то металлный кусочек. Ну металл, металлический счет. Металлический счет. И азимут возьмем. Консервной банки до осколки. Тот самый юго-запад, Саша. Обрати внимание. Тот самый юго-запад, обрати внимание. Это заражное? Не знаю. Так, ну сейчас я еще возьму. Недоход. Вот у нас там, скажем так, это север. И если юго-запад будет, вот как Саша стоит. То есть это точно на юго-запад банка будет. От кедра. Саша, как раз на юго-запад. Консервная банка. Как раз на юго-запад от кедра. Консервная банка. Ну ты сказал, что и фрук 277 или 275, это юго-запад. Да, да. Есть юго-запад, да. Так, это мы измерили. Сейчас мы чуть-чуть попереду. А, поперед дерево посмотреть. Так, нашли вчера, если бы. Да. А. А. Кто металлоискателем работал? Кто нашел? Олег или Алексей? Вдвоем. Как? Два металла. Нет, а вот этот банк кто нашел? Алексей или Олег? Я думаю... Олгоп, ты помнишь, кто нашел? А, сейчас. Немножко. Я думаю, Алекс. Угу. Могу поправиться после моего прошлого. Когда придет. Ну, сколько намерили? 8,80, да? 10,80. 10,80. Так, с этим банком мы разобрались, да? Да. Привязали? Да. Пойдем теперь к дереву. Дерево. Покажи, где был костер и где были тела. Можешь мне показать? Опятки показал? Ну, я примерно, да? Да, примерно. В пределах метра. То, что по фотографиям. Да, у Чами, когда она это дело раскапывала. Да. Ну, вот примерно вот здесь. Вот этот вот пятачок. Костер. Да. Вот здесь вот этот старый ствол еще. Он здесь торчал. И, вернее, торчал на фотографиях, обломанный. На фотографиях 59-го года. Да, да, да. Вот березовый ствол такой. Березовый ствол был здесь. Потом эта фигня тут валялась, так сказать. А тела, они были вот здесь. Ну, надо по фотографиям, да, но... Ну, как-то вот примерно вот так вот. А ну, что, ты поближе кедра? Они вообще рядом с кедром лежат? Ну, по фотографии... Не, ну, прям не совсем рядом. Вот там на первые фотографии по задним этим, по другим. Ну, где-то вот тут вот. Вот такие две параллельные. А костер был здесь. Так, ладно. Так, сейчас. Вот это дерево. Можешь ли, Олег, купил, чтобы мы измерим его... Диаметр? Диаметр. Да. Я измерила зверевку полдиаметра в основе, потому что у меня нет другая линейка. Ну, надо вовснуть просто две палочки параллельно, и мерить будет диаметр. Зачем беревочке? Ну, потому что я сделала... Да, диаметр, точно. Диаметр две палочки параллельно втыкайте вдоль него, и будет диаметр. Это корень, это его основание, да, дерево? Нет, нет, вот там корни. Там комель. Корень там. Комель, вон. Видно? А, там, да. Видишь? Такое большое. А, ну да, да, да. Вообще, в лесном хозяйстве принято измерять диаметр дерева на высоте 1 метр 30 сантиметров от основания. Давайте вот так сделаем тоже. Вот 1,30. Здесь. Так, мох мы убираем. Мог прижимаем. Здесь тоже. 35 диаметр. 35. Пенески. Выпиши, если хочешь. Сейчас, вот лишь можно. Так, 35. Высоту мерить на нет? Высоту нет? Да, да, да. Высоту вымерить? Нет, нет, вы. Нет. Измерять высоту будем? Будем? Да. А, докуда будем? Где у вас кончается? Ну, это вопрос. Вы думаете, что... Вот идет ствол. Это... Вот ствол идет. О-о-о-о. Вот, вот идет ствол. Вот. О-о-о. Вы скажите, да куда этот ствол? Я думала, что там... Там кончится. Вот здесь, наверное, кончается, я думаю. Ну, это очень большая дверь. Да. Ну, давайте измерим тогда. Сейчас, стура. Так. Ну, дальше непонятно. Давайте... Давайте... До сюда. До сюда. Скажи, ты что делать? Сейчас вот палочки взяла. Как же будем измерять? Как банки? Так, банки. Так, держи ноль. Ноль у тебя. Я пойду сюда. Так, Теодор, давай, значит... Ну, давай, пойдет, да, давай так. Ставь палочек там. Ставлю. Да. И здесь уже глеим до корневой шейки. Длина упавшего дерева 10 метров 95 сантиметров. Да, я уже заметил, Теодор. Я выйду. Александр все фиксирует, записывает в гнильник. Ствол, конечно, уже сгнил. То есть тут нет никакого керна уже мы не можем взять. Там уже гниль. Сплошная гниль. А какое дерево можно сказать? Какое это дерево, какой тип? Это кедр. Кедр, да? Да, кедр. Пиши, пожалуйста, кедр. Кедр. Возраст падения. Вот смотри, тут выросла черника. Выросли мухи, да? То есть возраст падения где-то больше 50 лет, это точно. То есть она давно упала, давно лежит, конечно. Ну, тем более фотографии 63-го года видно. То есть если 63-й год считать даже, это 37 плюс 22, 59. То есть уже 60 лет. 60 лет и там уже непонятно, сколько оно лежало. Ну, то есть может даже и 80 лет оно лежит. Непонятно, сколько оно лежало. Так, заросло мухом, черникой. Березки появились. Береза, поросель. Береза, поросель, рябина. Ну вот, что ты еще скажешь? Ты сказал, что у тебя нет другой метода. Если я кусочка с этого дерева принесу в какую-то лабораторию, они не могут сказать, сколько лет оно было мертво. Ну, есть у нас радиоуглеродный анализ. Ну, не знаю, он поможет ли здесь. То есть в этом вопросе я не специалист. То есть я таким методом не занимался. А если у меня было бы кусочка с этого дерева, откуда взять? С корень, ствол? Какое кусочко самое хорошее? Я думаю, без разницы, наверное. Ну, мне так кажется. Потому что они будут определять же по степени распада углерода там или что там. Что-то такое. Это без разницы на нигде. А с вашей урой, если мы взимем такой хор, называется, да? Керн. Керн. Я знаю, что мы не будем считать ничего. Но если... Можете ли вы... А, положить в трубочку? Положить в трубочку такую кусочку для анализа где-то. Я не... Я понял, понял. Я не знаю, если они сделают, но чтобы не было экспедиция только для того, можем взять керн. А сейчас, давай попробуем там у основания взять. Да, да. Там будет покрепче древесина. Нет. Давай попробуем. Ну, по сравнению с 63-м годом, сейчас он упал на землю. То есть в 63-м году он возвышался над землей. То есть вот корневище было приподнято на своих корнях, лежал ствол на ветках. То есть он вот такой наклоненный был повыше. А сейчас он приземлился. Ну, сейчас, когда я увидела это дерево, сколько близко до кедра, я буду исследовать в детали эти фотографии. Сейчас у меня где настоящее дерево. А оно вписывается в концепцию? А то его не устранили для того, чтобы открыть полностью вот эту фотографию? Именно, когда они прошлили палатку с дерева, это не был еще никакой планы, это не конспиритологий. Когда они решили вернуть палатку, они решили достаточно время для палатки. А после здесь что-то было очень... Ну, оно твердое? Пока. А там пошло уже гниль. Как тело выкнули? Вначале это твердое. О, видишь, тело проснул. То есть, там одеяло, не знаю, там одеты, сапоги, балеты, ну, все, короче. То есть, вот небольшая часть, она еще не сгнила, сверху. А внутри там уже труха. Ну, не только, скажем, обстыкание, оно имеет окончание. Да, ну, это... Я поняла, что ты спрашиваешь, как они о том, где ли кила? Так, стоп, 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 стоп. Уже, это, невоспользовались. Ой. Сейчас забыл. Я уж хотел вычистить ее. Ну-ка. Нет, пусть они потом мертвых вытаскивали, но как-то они это делали, как? Оно было при поднято... Ну, тогда бы ребята это таким же успехом делали. Нет. Я могу показать вам берега... Ну, вот, что получилось, вот. Еще и Кать есть древесина такая, достаточно, вот, здоровая. А все, основно, сгнило. А девушка... Это на Теодоре показать. Мертвых. Они не могли... Ее вдруг не могло вытащить. Ее потом вытащили. Ну, ее же потом вытащили каким-то образом. Вытащили и вязали до дерева. Вот, пытаюсь понять, как. Если вот оно такое вот монолитное, вот, там, грубо говоря, ладно, там... Ну, в пушке нет, но ее как-то вытащили. Зима. Мертвый грунт. Ничего не откопаешь. Сучками там как-то, не знаю, там, может, пронизано, не пронизано. А можно сейчас это травмы, которые описаны от вытащения из-под дерева? Можно так глядать на утопцию? Ну, я вот по памяти прям все травмы не помню абсолютно, да? Меня просто вот вопрос интересует. Если там кто-то появился и вытащил тело, то как это делалось? Ну, это очень хороший вопрос. При целиком. При целиком стволе. Сейчас, да, дерево есть, я буду на этот вопрос опитаться. Отвечать. Буду смотреть тело. Я-то подумал, что в рамках концепции, может быть, они этот дурацкий ствол, что называется, похерили. Ну, аннулировали, чтобы не было никаких вообще подозрений. Это трудно аннулировать. Будет там это большое дерево куда-то. Ну, кстати, еще такой момент, Татар Дор. В материалах уголовного дела ничего не пишется. Не знаю. Вот этот вот ствол. Да, но если на фотографии покрытится снег. А, ну ладно, нет, это сложнее. Надо размышлять над ваш концепт, потому что ствол, этот конкретно ствол, был занесен, да, вот снегом. Но, потому что ствол был там три недели. Ну да. А тело были поставлены день прежде. Нет, это я понимаю, да, да. Но это точно странно, потому что, почему они никакое внимание не обратили на этот ствол? Нет, ну его просто не видно было. Там комель какой-то торчит, кому он нафиг интересен, если там куча других, куча других более важных моментов не акцентировалось. Вот это вот, значит, удалось достать. Это вот кора, вот кора началостого дерева как бы. Да. Это вот глупь идет. Вот небольшой кусочек сохранившегося дерева. Значит, там труха вообще. Да, труха. Там все уже гнилое. Да, да. Вот только вначале был небольшой слой, более-менее такой, древесина сохранившаяся. Все, сейчас я кладу трубочку вот сюда. Да, надпишем. Я уже подписал. Да, подписали. Поваренный кедр. Да. Один метр от основания. Кедр взят. Да. Так. Можно, наверное, задвигать как-то, значит, это. Все, что-то там попало. Его надо с шампуром ружейным проткнуть до конца или не надо? Просто он может растретить, так-то, так-то, на составляющей. Вот до конца? Ну, я не знаю, тебе виднее или сломать трубу, прям трубочку, так сказать, чтобы он там не разболтался ведь. Травой, я туда запихаю травой тогда, напихаю, чтобы не болтался. Значит, насчет рябины, единственная мысль, которая... Да, доктор, я же, видимо, вас уже рябина тоже, кажется, заинтересовала. Надо посмотреть мои старые фотографии. Что-то я же здесь снимал. Если попадает на кадр, и не сыропиленная рябина, то, так сказать, интереснее будет полностью исчерпан. Да-да-да, мы будем смотреть на нашу... Но помимо меня, так и здесь и раньше народ был, поэтому он далеко не факт. Да. Я далеко от миссии, что это подтверждает ничего. Это просто факт. Я буду... Вот на этой стучке... Посмотри, что это такое. Метал. Черный метал. Черный метал, да. Короче, здесь еще есть. Вот. Это такой глубине был черный метал, вот. Я не знаю, что это такое, я еще не мыл. Осторожней, смотри, он развалится. Да, суча он располагается. По форме, да, как в патрон. Здесь. Ну-ка сюда, попробуй. Ну, подальше. Тоже метал. Ну, у тебя же... Ну, под камнем. Или дальше. Вот на тех камнях же не срабатывает. Я просто думаю, может, у меня на этот камень срабатывает. Нет, у меня вообще на камень не срабатывает. Пока еще нет. Короче, или туда вот, или вниз. У меня как будто туда. Я туда-то поспалил. Ты помыкнулся. Вот, покажем, что он пищит. Ну, Ольга сняла уже. Я вообще не понимаю, что это. Я их нашел искателем под камнем. Вот такой вот предмет. Нет, не под камнем. Под дёрном. Под дёрном, да, над камнем. Над камнем, да. Ага, то есть, черный металл давайте вот его. После обувания то ли втулка, то ли патрон какой-то. Это втулка. Даже, мне кажется, резьба проглядывается. Нет. Мне кажется. Где еще есть сейчас будем еще копать? Да, тем более, вот мы сейчас смотрим еще. Это находится, вот мы в прошлом году крепление нашли на той стороне. Еще есть что-то такое. Да. Я просто боюсь, что он развалится. Ну, тем более, пока не развалился, лучше промыть и рассмотреть, чтобы потом совсем будет. Сейчас, сейчас, сниму перчатки. Ну, тяжеленький. Криковал. Слушай, а это не может быть обломком какой-нибудь штыря, который мы не устали? А, крестовый штырь. Это какой-то он. Не, а какой он не был. Ты видишь, он не хочет. Да. Таким обратным крюком. А, там еще крюки, да, были. Сейчас надо еще дальше. Вот здесь нигде не было сигнала, кроме этого места. Ну, на той стороне я сюда перешел. Сразу это. Ну, я не знаю. Давай попробую вот это вот отскоблить сейчас. Нож дать? Нет, нож, нож дать нет. Что, попробовать сломать ее? Сломать нет, просто вот это, налеток. Нет, если это металл, я же не сломаю. Нет, ну, если это металл старый, она может сломаться. Ага. Слушай, ну, поскольку там еще пищит, то, может быть, его продолжение отсказать. Ну, давай сейчас будем покупать. Все, все, сначала один фон смиряем. Значит, мы сейчас с найденной Олегом вот этот вот предполагаемый металлический стержень попробуем узнать про адеквативную фону. Ну, сначала меряем мешок с грибами. Видим 18 микрорентген. Все, можно теперь положить. Вот он так выглядит. Даже 15. Причем, после того, как мы растерли крошку, смотрите, на пальце какое возникло. Как краска, серебрянка какая-то. Но запах, кстати, металлический. Смотри, я камень поднимаю, под которым глиник. Нет, 17 микрорентген. Нет у него не вырагаться. На, камень, проверь на слою. И вот тут. Под камнем что-то было. Так, камень. Не, видишь, у меня на камне вообще не реагирует. Давай сюда. О, 84. Это что-то очень серьезное. Это не черный металл. Песной? Да. Олег, руку подожди, уберем. Вон, кругленько еще такой лежит. Где? Справа. Да, да, да. Что-то что-то. Нет. Так я уже находил. Вода начинает деливаться. Вода начинает. Вот, на той же стерзе Ну-ка давай, стой Какой-то застренный А это не перо писать Металлический Там, может быть, он полу был Перевая ручка Да, так вот перо, только оно чуть объеденное Вот, писали Я в детстве даже помню Если внутри там уже забилось Намертво Ну-ка здесь проверь Мы все достали А вот металл прям тяжелый В 59-м году так писали Ведь не шариковыми ручками Попередине Ты что, она железная была? Возможно Вот продолжи Так это не вся Это может быть тёмно Да, подальше Она длинная должна быть Она длинная должна быть? Да, я сама кудру Нет, это что? Все? Все? Может, она была двухсоставная Там внизу, например, железная Где рукой держишь А сверху что-нибудь там, не знаю Пластмассовая Конфигурация Вот Реально как бы похоже Я ещё помню У меня у родителей Там в какие-то 80-е годы Лежал, он уже не использовался Химический карандаш? Нет Карандаш Это металл На металл Сигнал Мне уже Вот это вот Перо было, да? Острое С маленьким желобком И вот ты вот так вот пишешь Даже сейчас мы будем писать Получается Ну а что это ещё? Смотрите Оно ещё двухсоставное Мы видим Основная часть Чёрный металл А перо Из какого-то сплава Оно другое Оно серое Смотри Я убрал отсюда Огромный камень Вот он Вот это Под ним Как могло быть Под него упало Он лежал Прямо вот так Прямо Ну ты же видел Я его поднимал Да Ну Со склона Куда-нибудь закатился Под него Тут ещё Перекрывает камень Как он закатился Ну как-то закатился У нас что Смотрите Получается Вот они здесь Вот скотина Прюшелка Да Смотрите Вот она получается Вот они тут сидели Записывали Какие-то записки Кто-то вёл Это мог быть Даже любой поисковик Там Девник вёл Не Ну это штука интересная Конечно Ну и там Тот осколок Тот же от него Да Гарно А где он Туда его делит Здесь Ну он уже частично Рассыпавшись Это тоже может Рассыпаться Да Вид нельзя Глубину снила Смотрите Глубина такая Вот так было Ну так Так же 27-28 см Под камнем Вот под этим А Кстати Подожди Вторую Это часть Первую Это я над камнем Нашел Над камнем Я ещё камня Этого не видел Он сверху Будет Ну Она мог В процессе Лежания Здесь развалиться А потом Ну каким-то образом Под него Закатиться Потоки-то воды Тут всё равно Разливаются Это же сухой моего Может вообще Он где-нибудь Был выше А его сюда Уже принесло Разбило И уже две части Попали немножко В разные места Ну камень-то приличный Такой злой камень На нём лежал Вот так Сверху Ну что Этот камень Тоже могло потоками Выше Повести Нет Камень Такой Ну Таких ручей Особо не развиваются Да ладно Такой силы Чтобы такие камни Слушай Ты вспомни Какие здесь масштабы Снега И когда-то всё На чьи отрезка Тает Может Значит Вот это место 27-28 сантиметров Это железка Лежала На ней сверху Лежал вот этот камень Часть этой железки Над камнем Была Основная часть Крупная Была под камнем Значит Вот Тройное дерево Вон оно Вон камень 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 Кубиня Здесь Не нашли Крупления Вот в этих Лестах Два Две лыжи Крупления Вот сколько Три метра Три метра До этого места Под камнем Под камнем Ты лопатку убери АПЛОДИСМЕНТЫ Вот Вот тут Вот тут Вот тут конкретно Что-то прям есть У них тоже сигнал Где они Костровища Костровища Теодора У нас тоже сигнал есть Ну походу Ну походу Ну походу Вот тут Что-ли Второй Нашли Вот рядом Дурка На держи его А я буду выкапывать Так держи его Вот тут Убери Убери Я тебе скажу Когда Так Давай Это крепкий камень О Отодвинется Камень Убери Лопатку Бери Камень Чуть срабатывает Камень Сколько Можно Возьму Попробую Камень Что-ли Железный Нет Нет Не позже А Подожди Маленькая У тебя Железный Ничего Нет Ну это Камень Железный Мы Крепление Нашли Вот Одно Вот здесь Угу Мы ее Камень Выливаем Сейчас Посмотрим Так Посветите Фонарик Угу Подать Угу Вот Угу Думал, что-то есть сигнала, нету, да, сигнала? А Алексея, что за сигнал там? Островище? А, вот еще, камни с железом, видимо, тут. Ну, камни с железом. Угу. Бум-бум. И что это? Хольда. Что это хольда? Золотенький. Да, зеленький. Типа обертки металлические. Да, да, да. Так что... У тебя тоже на эти камни сработает. Камни, на эти камни, вот. Давай. О, на камни работает, да? Но... Нет? Нет. А не работает на камне. По-видимому, что это ложное срабатывание есть? Слышно? Ну, елка, я попробую. 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 Что это даст ровать? Попробую. 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 Сейчас у меня прям такой звонкий был, вот здесь разок, как будто цветной металл. 20 сантиметров, но это же камень, не может отстилить, черный металл пока был. Сюда. Сюда. Сейчас идёт уже. Так. Доделось. Так, только поднимем. Вот и тот, наверное, пищит. А, твой аппарат пищит. Нет. Аппарат тут же был, собственно, сигнал. Может, что-то из него вывалилось. Ну-ка, а вот и начнем разбирать её. Ну-ка, а вот и начнем разбирать её. Здравствуйте. Хм. 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 Я помню. Я расскажу так, что ли что это такое. Смотрите продолжение в следующей серии.